Добрый вечер, приветствуем. Ну, ожидаемый, конечно, и ожидаемый зрителям вопрос, что там произошло с Аэрофлотом. Я понимаю, что просто хочется выслушать полную версию из первых уст. Да ничего особенного не было. Я не понимаю, зачем так раскачивать ситуацию. Никто, в общем, не хочет разбираться. А уже раскачивает ситуацию. Она уже раскачивает. Раскачивает. Понимаешь, дело в том, что я предъявлял претензии не Аэрофлоту вообще, а конкретным работникам, которые не выполнили до конца свои обязанности должностные. И, собственно, я-то все это время, конечно, взрыв был, и я там много непечатных слов наговорил, но надо понять, что человек имеет право взорваться хоть когда-нибудь. Когда пять часов продержит. Дело даже не в пяти часах. Там уже до драки, там уже мат стоял. До драки между кем? Ну как, все же лезли к стойке к этой. И я уже встречался с этой дамой, которая почему-то приняла это на свой счет. Я перед ней извинился. И все, я готов принести свои извинения за некоторые рисковатые выражения. Но, тем не менее, ситуация-то не меняет совсем. Отбросим все. Отбросим пятичасовое ожидание. Даже двенадцатичасовое. Двенадцатичасовое? Да дело не в этом. На обратном пути, вот там в блогах есть, чтобы когда мы туда летели, мы улетели пять часов опоздания. Люди обратно летели двенадцать часов. Ну, бог с ним. Представим ситуацию. Я бы так хотел. Вот опоздание. Три часа, два часа, четыре часа, пять часов. Сидят люди. За стойкой стоит представитель авиакомпании. Они никуда не уходят. И отвечают на вопросы. Пытаются сгладить ситуацию. Вот в чем задача. Это первое. Второе. Поскольку там пассажиры с детьми пожилые, пусть хотя бы раз в час. Нетрудно. Придет человек в белом халате, спросит, вам помощь не нужна никакая. Уже помимо того, что... Там были дети, да, ведь очень много были? Дети были, да. Значит, теперь представим, та ситуация, которая возникла там, что же, собственно, произошло? Триста человек, ну пусть сто отдыхали. Но двести человек во взмученном состоянии. А надо еще один факт привести. Тоже можно сгладить. За спиной у пассажиров ничего, кроме бара. Ночь. Пять часов ожидания. Четыре. Сзади бар, который торгуют спиртными. Бесконечный поток идет туда. И, конечно, я так подумал, ведь можно было подойти, сказать, ребята, даже если это не ваша епархия, подойти, сказать, пока спиртное не продавайте здесь. Пусть будет хотя бы пиво. Потому что на борт пошли люди не шибко трезвые. Вот в этом состоянии. Теперь представьте себе, 150-170 человек на борту во взмыленном этом состоянии найдутся 3-4 бузотера по-настоящему, которые начнут докачивать ситуацию на борту. А это в воздухе. Так значит, безопасность. Об этом никто не думает. И дальше мне пришла в голову одна мысль. Ребят, я купил билет. Получается, что с той секунды, когда я заплатил деньги за билет, я больше никого не интересую. Но ведь я же его купил за что? За то, что надежно, выгодно, удобно. Значит, я пришел, меня не должно интересовать ничего. Я билет купил, отправьте меня вовремя, накормите и напоите. Вы меня вовремя не отправили. По любой причине. По погодным условиям порта, по погодным условиям порта прибытия, неготовности, опоздания, неважно. Но почему я-то страдаю один? Давайте страдать тогда вместе. Ведь меня же никто не предупреждал. Я понимаю, что мне сейчас говорят, что нигде в мире этого нет. Но, честно сказать, мне плевать, что есть в мире, что нет. Я хочу, чтобы у нас так было. Если бы все это время за стойкой находились люди, которые сбивали бы ситуацию, объясняли бы по человеке. Посмотрите, вот окно рядом. Посмотрите, идет снег. Мы не успеваем убирать полосу. Садитесь, мы вас сейчас накормим. Так причина была все-таки в погодных условиях? Или в чем-то другом? Нет, Жень, я доказать этому не могу. Через два часа, когда снег сошел, его уже не было. И улетали самолеты. И эта дама, которая приняла все на себя, она же сказала, что я иду в самолет. Через три с половиной часа она пришла, сказала, я иду в самолет. Я сейчас узнаю, через пять минут вернусь, я дам информацию, когда вы улетите. И исчезла. И на табло, рейс задерживается до 0.50. Приятного полета. Рейс задерживается до 1.45. Приятного полета. А нам вообще какие-то, как я говорил, поляки гуляли. Еще раз говорю, я готов принести извинения за резкость выражений, но ситуация эта не меняет. Но что действительно трудно. Ну пусть кто-нибудь бы с нами находился, тем более несколько раз приглашают на посадку, и я отменяют. А вы видели, что вас снимают на мобильнике? Вот этого я не видел. Кто-то из-за угла снимал. Там просто человек пять-шесть снимал. Это я не видел. На мобильный телефон. Я разговаривал с дядечкой, у которого ко мне претензий нет. И я даже знаю, как его зовут. Я спросил, вас как зовут? Он сказал, Дмитрий Медведев. Я же не знал, я сказал, очень приятно, Владимир Путин. На самом деле, и он вел себя достаточно корректно, вероятно, не имея никаких инструкций. И он так держал ситуацию. Но почему нельзя было до этого? Все бы было нормально. Во-первых, люди бесконечно встают, подходят к стойке, потом садятся обратно, места заняты. Нет, но есть же на самом деле просто конвенция, где прописано, что определенное число времени прошло, нужно выдавать воду питьевую всем пассажирам. Это же прописанный алгоритм, который не соблюдался. То есть Аэрофлот не выполнил те условия не по перевозке, а по обращению с пассажирами. Женечка, вот об этом же и разговор. Это не вообще Аэрофлот. Конкретные люди конкретно не выполнили свои обязанности. Нет, но у меня, я всегда перед записью в Фейсбуке говорю, вот у меня будет то-то, какие вопросы. Мне что понравилось? Два человека абсолютно разных написали, что то, что сделал Якубович, это построение гражданского общества. Что когда люди сами пытаются вот снизу решить вопросы, те, которые не решаются официально, это и есть ступенька к построению гражданского общества. Но мне что интересно, никто ведь не знает, на самом деле, вернее, очень многие знают, никто не проговорил, что Якубович-то у нас летчик, он у нас подполковник, он у нас боец. Якубовича знают, вот, типа, он за барабаном, он у нас, так сказать, бисельчак, балагур. Поэтому несколько неожиданно было для людей, что вот такие бойцовские качества. Вот я думаю, что на этом месте произошел вот такой сломан шаблона. Обратите внимание, там в этом то, что сняли из-под руки, там есть место, где я несколько раз прошу вызвать сюда милицию или службу безопасности. Но для того, чтобы предотвратить какие-то... А за спиной, там же показывают меня конкретно, а там за спиной, там свара. И никто на это не обращал внимания. И главное, что никто не пытается разобраться. Еще раз говорю, я приношу свои извинения, но от этого ничего не меняется. Я считаю, что бренд Якубовича, он в нашей стране более уважаемый, чем бренд Аэрофлота. Так сложилось исторически. И поэтому с этой историей пройдем. Мне интересно выслушать версию, как Якубович стал летчиком. Потому что я прочитал книжку по чуть-чуть. И там рассказ, в который, ну, как-то я не готов поверить, что с подачи Юрия Николаева Леонид Аркадьевич сел за штурвал и тут же полетел. Я вот когда фильмы эти смотрю, фильм «Катастрофа», когда стюардесса сажают, я думаю, это перебор. Ну, не может так быть, что вы сели и полетели сразу. Нет, я не полетел. Я не полетел. Действительно, меня привел Николаев, но я никуда не полетел, я взмок. Так. И 40 часов, честно, я отходил, наверное, за месяца, за полтора, я не вылезал из аэродрома. Угу. Ну, это наркотик. Без этого жить нельзя. И до сих пор мне это снится по ночам. Первый полет? Нет, вообще, твое пребывание в небе, это совершенно другая история. Это... Ну, это невозможно объяснить, как невозможно объяснить там вкус персика. Ну, как? Я думаю, я много раз это говорил и готов это твердить до конца дней своих. Я совершенно убежден, что летчики в аэрофлоте лучшие летчики мира. Это бесспорно, да? Кстати, я ни капельки не вру, потому что встречаясь, а я летал в разных странах мира, чуть не во всех, и в Африке тоже, и на Северном полюсе тоже, гигантское уважение к русским летчикам. Угу. То есть... К военным или гражданам? Вообще к летчикам, к русским. Это помножено не только на высокий профессионализм, но еще на то, как они понимают, на чем они летают. Угу. Если уж вы вернулись снова к теме аэрофлота, вы готовы с ним судиться? Вот они говорят, что или они будут подавать в суд, или какая-то дама будет подавать в суд. У вас готовность и желание? Нет у меня никакого желания судиться. У меня есть желание выяснить и сделать что-нибудь лучшее. Если бы это желание действительно существовало, я бы полез на рожон. Я никогда не воюю против. Вообще считаю, что это непродуктивно. Можно воевать за. Против бессмысленно. Надо воевать за что-то. И если это разбирать ситуацию, то надо, во-первых, понять, что произошло. Я могу быть неправ, я это признаю. Если они не правы. Ведь аэрофлот принес мне свои извинения, когда я сел на борт. Они мне принесли извинения, причем почему-то... Ну, не вам персонально, а всем пассажирам. Всем. Но почему-то принесли извинения за работу наземных служб, которые вовремя не сняли, как нам сказали, багаж с предыдущего рейса. А, так в этом была причина. А я не знаю. Но это прозвучало. Прозвучало. В салоне самолета. Я вообще не видел нигде упоминания об этой информации. Вот я вам говорю про... И главное, и теперь совсем уже непонятно, что они отстаивают честь мундира, когда не они виновны в ситуации. Нет, это же общая служба. Шереметьево, это площадка аэрофлотская. Нет, да? То есть наземные службы... Но там разные компании вылетают и влетают. Наземные службы это одно... Ну, это как разные подразделения. Вы же как летчик должны понимать, что наземные службы, они... Аэрофлоты, я понимаю. Я понимаю. Но аэрофлот это фирма, которая... Перевозчик. А наземные службы это имеет отношение к порту. И они должны обеспечивать порядок там. У нас, понимаете, какая штука. За много времени, вот я обратил внимание, насколько делается лучше. У нас нет претензий к таможенникам. Вежливо, грамотно. Без привычного для нас тогда холодного цинизма. Нет претензий к стюардессам. Спокойно, грамотно делают свое дело. У нас к чему претензии есть? Вот к тому, что произошло, к питанию. Ну, на самом деле. Ну, иногда это тошнотворная история. На борту, конечно. Все. Ведь я же... Ведь ничего больше... Ну, вы-то летаете, наверное, бизнес-классом, не эконом-классом. Я не всегда летаю бизнес-классом. Боялся, как бы мне хуже не было. Я себя просто плохо чувствовал. А вы в Вьетнам-то летали просто отдохнуть? Или... По двум причинам. Мы там и переговоры были, и отдыхали. А, вот так вот. Понятно. Ну, бог с ним, это все не важно. Проехали. Я еще раз говорю, я готов к любой встрече, но это обсуждение должно быть на профессиональном уровне, без... Без этого, без истерики. Спокойно, если разобраться, то ведь я прошу только одно. Ну, пусть к нам по-человечески относятся, потому что если к нам относятся как к стаду баранов, как к скоту, то тогда и скотские выражения в обратный адрес тоже приемлемы. Нет, с этим все понятно. То, что вы готовы к любой встрече, я просто знаю, какие встречи у вас там бывали, ну, допустим, в той же Чечне. Вот расскажите. Я знаю, что вы не очень любите рассказывать, потому что это несколько из имиджа своего шоуменовского, но тем не менее, мне кажется, что зрителям будет интересно послушать. Это совсем из другой жизни. Я даже не знаю, было ли это на самом деле. Это было, я знаю просто от других людей. Я вам лучше вот что скажу. Я за много лет своей жизни, а мне 68 исполнится через пару-тройку месяцев, я таких замечательных, правильных людей, как там, я не видел. И каждый раз я об этом говорил и буду говорить. Я возвращался оттуда с каким-то странным ощущением. Я по-другому смотрел на людей, я по-другому разговаривал. Я по-другому оценивал ситуацию. Это проходило с течением какого-то времени. Проходил какой-то период, и мне вдруг стало, становилось невозможно не поехать еще раз, потому что мне хотелось, ну, как наркотик, мне хотелось опять. И я приезжал туда, и опять я становился другим. И ко мне относились по-другому. Но главное, я как будто от них подпитывал что-то настоящее. Видит Бог, но при всем кошмаре того, что называется война, при всем неправдоподобии того, что я видел, грязь, кровь, особенно, и все это сначала очень, как легко понять, романтично. Потому что героическое состояние, ты в форме, и вообще все радостно, до первого медсанбата. Спадает пелена, и ты понимаешь, что это не игрушки, и что это не съемки фильма. А еще по первой кампании, когда эти палатки... Но какие мужики настоящие? Как все очень правильно и толково. Мужики там с собой, в сторонах. Знаете, там был, вот я вам могу привести один пример. Группировка в Ханкале. Я сейчас не помню, какой год. И я приехал, там ставят бортовик, должен быть концерт, а я должен поехать уйти с ребятами по блокпостам. Ну и, естественно, это не только я. И все фотографируются там, автографы какие-то. Передо мной тоже стоят несколько там, десятков человек подписывать. Какой-то подполковник солдату говорит. Солдат, извини, ради бога, я впереди стоял. Извини, ради бога. Вот он говорит, пожалуйста, подполковник. Да, отступает. Тот подходит, говорит, спешите. А я распишу. Потом он говорит, давай. Понимаешь, это такое какое-то, я видел, я ощутил, при всех вероятных недостатках, которые могут существовать в армии вообще, а в нашей в частности. Но какое-то великое братство тех, кто стоял плечом к плечу. Думаю, что... Причем разные рода войск, особенно погранцы, особенно спецназовцы, ну я контрразведчики, вообще вот эта элита, ну что-то... Вот все сразу у меня уплыли в сторону, все Шварценеггеры, Стивена Сигалы, все куда-то уехало, и сделалось каким-то маленьким и ненужным. Ну да, потому что есть настоящее. Вот слово «настоящий» по-настоящему, везде. А братство телевизионщиков есть? Вот на прошлой неделе имя листьево снова всплыло в связи с разными обстоятельствами, в связи со смертью Бориса Березовского. Я вспомнил, что Влад мне ведь рассказывал историю, такую, которая характеризует братство телевизионщиков, насчет как вас в свое время прессинговали, для того, чтобы вы отказались от него. И, то есть, это было, ну, так, жестко. И я помню тогда, когда он мне рассказал, мне совершенно поразился, потому что у меня образ-то был, опять же, ну, какого Якубовича? Якубовича шоумена, а здесь Якубович воин. Да ладно, Жень, никакого воинства нет. Ну как, выдержать фактически, ну, назовем это, в общем, это пытка, в общем, когда тебя... Да нет, ну, это было, ну, неважно, это не совсем, но были гораздо более жесткие разговоры втроем, когда он, я и еще один человек... Мы знаем этого человека. Глоб мне предлагал перейти на другую сторону, но я воспитан в середине прошлого века, у меня другие представления о жизни. Я то же самое сказал, что, пардон, я в команде, хотя... И я не вижу в этом ничего особенного, я не убежден, что... Тогда людей убивали, тогда людей вывозили в лес, тогда людей, там, возили в багажниках наших с вами коллег-телевизионщиков. Вы же знаете, как это было, вы же помните. Женечка, все правильно, но до сей поры у нас же нет своего профсоюза. А нужен? Вообще-то нужен. Это братство должно стоять на какой-то законной основе. Я вот точно знаю, например, что... Я еще раз проявляю, я вот с этой женщиной, которой в кадре-то не было, я даже какое-то немножко состояние... Гоголь, мертвые души, она откуда-то явилась, сказала, что у нее... Это она обиделась на то, что я сказал. Я с ней встречался в эфире. Мы сидели в студии, я перед ней извинился. Я не видел. Не было этого. А, то есть, снято было в эфире, не было? Не было. Вот так вот даже. Интересно у нас. У нас, оказывается, цензура гуляет по каналу. Да, это я знаю. Ко мне приезжали несколько телевизионных групп, и мы записывали все, о чем мы сейчас говорим, и мои извинения конкретно вообще за резкость поведения, за то, что я вспылил. Ничего в эфире нет. У нас сейчас это в эфире есть. Нет, я к тому, я насчет братства. С этой секунды можно проверить, сколько сегодня, завтра, послезавтра людей столкнуться с тем же. Абсолютно. Абсолютно согласен. И если что-то можно поменять, это же не гроша не стоит человеческое отношение. Я вот разговаривал когда там с этой женщиной, ее ведущая спрашивала, нельзя действительно улыбаться? Как я говорю, ну пусть не улыбаются. Ребята, я хочу, чтобы мне были рады. Я купил билет. Ну да. Ну обрадуйтесь, что я летаю вашей компанией и так далее. Она говорит, что в такой ситуации улыбаться еще хуже. Интересно, вот я возвращаюсь к книжке, которую я поняла по чуть-чуть. Она написана вся с таким вот фирменным юмором Якубовича, с такой какой-то легкой самоиронией, иронией. Вот эта вещь, вот эта история, она будет когда-нибудь изложена в книге, в другой, и будет ли там элементы смешного? Конечно. Или это будет вот такой вот... Еще раз, я никогда не борюсь против кого-то. Я всегда за. Конечно, я гипертрофирую ситуацию, и, конечно, это будет обличено в юмористическую форму. По-другому писать мне интересно. Кстати. Кстати, вот прерываю просто про самолеты сразу. В этой же книге вашей там описан эпизод угона самолета в пьяном виде Якубовича. Это все-таки, наверное... Я же... Нет, так, так. Это Одесса, Пуч, да, Пуч, да. В 1991 год, и вы угнали самолет? Угнал. Расскажите просто чуть-чуть. Да, ну это под горячую руку. Во-первых, я был влюблен. Так, это уже, да, это сразу наркотик. А в этом состоянии, как вы знаете, получается все вообще. И мы прибыли из круиза в Одессу и выяснили, что дальше мы останемся, видимо, здесь жить, потому что топлива нет, самолеты не летают. Так. Ну вот, за часов за 8 или за 9 мне удалось топливо достать. Это по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, по этапу, да. В общем, мы достали топливо, нашли борт чей-то, нашли экипаж. Ну чей-то, арофлотовский тогда только арофлот был, нет? Нет, 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 это чей частный борт был, ЯК-40. Ага, так. Нашелся экипаж, мы загрузились и счастливы улетели в Москву. Но я уже смутно помню, как мы прилетели в Москву, и через некоторое время мы вляпались, причем ровно в путь, потому что Шереметьево было практически темное совершенно, и я отправил группу на автобусе, который пассажиров возит, на таких маленьких колесиках. И их захватил патруль. И ночью мне звонил замкоменданта города, потому что надо было их выручать, а меня тормознули на КПП при подъезде на окружную дорогу, с женой высадили, и я только тогда понял, что на самом деле все очень серьезно. А через несколько дней мы еще куда-то улетали, и пришел какой-то сменный начальник и попросил, нельзя ли когда-нибудь борт этот убрать, мы экипажа отправили, А я и не знал, чьи это, он так и стоял. Было. А вы ведь получили, там, я не знаю, сертификат, диплом называется летчика именно по Як-40 потом, да? То есть вы... Назывался это пилот коммерческой авиации третьего класса. Ага. Ну я начинал и закончил вторым пилотом на Як-40. У меня были великие учителя, великие. Человек, который посадил меня за штурвал, и человек, который потом научил меня держаться за ручку, это на самом деле великие люди. Могу вам это доложить точно, потому что человек, который посадил меня потом на Ми-8, дал представление о том, как этим управляют. Это герой России, бывший командующий авиации спецподразделения. А я еще... Знаешь, какой у него позывной? Какой? Маэстро. Маэстро, да? И этот позывной абсолютно точно передает не его положение, а то отношение, которое проявляют ему все до одного человека, которые его знают. Такой Николай Федорович Гаврилов. Понимаете, я имею представление о том, как управляют вертолетом. Но равно так же, как, вероятно, человек с музыкальным слухом, наверное, знает, как играют на фортепиано. Или, скажем, человек, который... Подожди, который пишет стихи, примерно знает стихосложение. Но есть Моцарт и есть Пушкин. Это лежит за градью того, о чем мы говорим. Вот это Моцарт. Понятно. Ну что ж, я уверен, что Леонид Акубович, он тоже Моцарт в своем жанре. Это не мое мнение. Это не мое мнение. Нет, Женечка, вы ошибаетесь. И я готов теоретически на этот доказать... Он еще и скромный, подумал. Нет, нет. Я функция телевидения. Ко мне привыкли. Но какая? Это не важно. Это не важно. Функция, как известно, из математики может быть разная. Нет, вы человеческая функция. Эта история с Аэрофлотом очень это наглядно показала. Огромное вам спасибо. Да, не за что. И за Аэрофлот, и за эфир. Продолжение следует...